Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Так, вот это Кришна с плиты, вот это Радха — внутренняя энергия Господа, и вот это Шри Чайтания — это тот же Кришна, но он пришёл в настроение Шри Радхи, то есть внутренняя энергия Господа — это сам Бог, который испытывает внутреннее настроение своей же энергии. Иначе говоря, он пришёл как преданный, и он всё время восклицал «Кришна, Кришна!» и падал без чувств. Он хотел найти Кришну, хотя он сам Кришна. Кришна пришёл пять тысяч лет назад, но 530 лет назад, в 1486 году, пришёл Господь Чайтания. Так вот, мы говорим, что мы последователи Господа Чайтания и всё, что с ним связано, очень-очень дорого для нас. И до прихода Господа Чайтания был очень тёмный период, потому что у людей не было представления о том, что такое раса, то есть насыщенный вкус предности. В прошлый раз мы говорили, что это такое. Это то, о чём молчат мировые религии. Мировые религии говорят о Боге, но очень мало говорят о взаимоотношениях с Ним. Кто он такой? Помните вчерашнюю историю? Как царь спросил у министра, кто такой Бог, где он живёт, и что он делает, министр не мог ответить. Его маленький сын сказал, я знаю ответ, и поэтому он предстал перед царём и сказал царю, принеси, пожалуйста, кувшин с молоком. И маленький мальчик сказал царю, о, царь, есть ли в этом кувшине масло, он сказал, вообще-то да, но его можно получить не сразу. А как его получить? Нужно поставить молоко куда-то в холодное место, чтобы оно загустело, это будет йогурт. Потом йогурт нужно пахтать, чтобы получилось масло. Таким же образом Богопознание действует. Не сразу, далеко не сразу мы можем познать Бога. Но это возможно при помощи метода бхакти или предного служения. Так вот, до господочитания очень мало кто понимал, что такое раса, или, точнее говоря, бхакти-раса. Это подобно напитку, такому как шербет. В Индии есть напиток шербет или другие подобные напитки, где какая-то часть сахара, какая-то часть чёрной соли. Индийцы всегда добавляют чёрную соль в то, что уже сладкое. Они посыпают чёрной солью фрукты, например. Вкус совершенно потрясающий. Смесь солёного и сладкого. Чуть-чуть перца, чуть-чуть камфоры. Вкус незабываемый совершенно. Таким же образом и бхакти-раса — это совершенно потрясающий напиток, который может для каждой души обозначать совершенно уникальное, несравненное взаимоотношение с Кришной. Это называется бхакти-раса. Поэтому это удел каждого из нас. Так вот, до Господосчитания был тёмный период. После ухода шестерыв Гасвами и главных его последователей был тёмный период. Затем, после ухода великих трёх прабу Наратамы Шемананды Шриневаса был тёмный период. И, наконец, после ухода двух великих преданных — Ишванат Чакарварти Такура и Баладеми Видебушина — был ещё один тёмный период — 150 лет. До конца XIX века был тёмный период. Поэтому Гаудия Вайшнавов считали притворщиками, иначе говоря — сахаджами. Их просто приглашали петь киртаны на какой-нибудь похоронной процессе, где они пели очень-очень музыкально и с такими переливами они пели Махамантру и другие песни. Поэтому было забыто о сущности учения Господа Чайтани. Потом пришёл Шива Бхакти Винат Такур. Мало того, что он ввёл в общество, в обиход общества понятие киртана, понятие «Хари Кришна Махамантра», которое мы видим здесь и которое мы пели сегодня, он распространил Хари Кришна Махамантру по всей Индии, и ученик Шива Бхакти Ситтанта Сарасвати Прабхупад, основатель Гаудия Мадха. Он распространил Хари Кришна Махамантру по всей Индии, а затем и по всему миру при помощи своих учеников. Все вы знаете Шива Бхакти Винат Такур, автор Бхагавадгита Кахана есть. Наш Курадев также очень-очень активно распространял это учение. Поэтому Шива Бхакти Винат Такура сравнивает с Багиратхой. Был такой древний герой Багиратха. Это ему именно приближает заслуга, что Ганга, небесная Ганга, спустилась на эту землю. Ганга — она такая очень особая река. Она течёт с верхних слоёв Вселенной через средние на нижние и впадает в океан Гарбадака, который заполняет нашу Вселенную, моя временная указка, до половины. Она втекает сюда. Так вот, она протекает. Ганга только протекает через эту планету. Вот и Багират, он привёл её. То есть он должен был освободить 60 000 своих предков от проклятия. Поэтому он влёк за собой на колеснице Гангу. И так он на колеснице проехал, привлёк Гангу до падения в океан. Таким же образом, Бхакти было где-то там, на других планетах, в духовном мире. Но Шила Бхакти Винат Акур привёл Бхакти сюда, преданное служение сюда. Поэтому Бхакти или преданное служение Бхакти — это такой процесс, который не требует особой подготовки. Можно быть кем угодно. Можно родиться на Западе. Все мы ели коровье мясо. Это означает, что по традициям кастовых индийских брахманов мы являемся неприкасаемыми по касте. Точнее, у нас нет касты, мы внекастовые, неприкасаемые. Поэтому нас не пускают порой в ротодоксальные индийские храмы. Нас могут не пускать в храм Джаганадхи, в Пури и так далее. Но это не значит, что мы не имеем права на духовное развитие в ведической традиции. Мы приступаем к этому сейчас по милости Шила Бхакти Винат Акур. Я думаю, может быть, свет зажечь, как вчера. Хорошо, зажгите свет. Вот. И Шила Бхакти Винат Акур исследовал очень глубоко все религии. И он пришёл к выводу, что именно ведическая традиция, именно вайшнамская традиция говорит о духовном мире, о духовных проявлениях Господа наиболее полно, наиболее глубоко. И он синтезировал все учения мира и объяснил их с точки зрения высшей абсолютно вести. Кроме того, Шила Бхакти Винат Акур исследовал все процессы. Не только Бхакти, он исследовал карму, он исследовал йогу, он исследовал гиану. И синтезировал их градацию. Он показал, что выше, что ниже, что сначала, что потом. Всю йогическую лестницу он выстроил, выстроил, согласно Бхагавадгити и другим писаниям. Затем он открыл подлинное место явления Шри Чайтани. Потому что бытовало мнение, что он явился на другом берегу Ганги, в месте, которое известно было как Кулия, а сейчас известно как город Новодвипа. Напротив Новодвипа, на другой стороне Ганги, в Майяпуре, явился Шри Чайтани Махапрабу на самом деле. И это место открыл Шила Бхакти Винат Акур. Он исследовал все древние государственные карты, и британские, и добританские. И он пришёл, понял, что именно там явился Шри Чайтани Махапрабу. Он пришёл в то место, и местные люди сказали ему, «О, здесь растёт одна трава, мы её вырываем, она опять растёт, мусульмане». А это на самом деле Туласи. Туласи — священное дерево. Он понял, что наверняка здесь Шри Чайтани Махапрабу пришёл. Тогда Шила Бхакти Винат Акур собрал множество преданных, в том числе своего наставляющего духовного учителя Шилу Джаганатву Даса Бабаджи, который был уже в возрасте 140 лет примерно. Он был настолько немощен, что он не мог ходить, и его очень физически сильный слуга Бхари Дас Бабаджи носил на голове в корзине. И он пришёл в то место, и когда он увидел место Шри Чайтани, явление Шри Чайтани Махапрабу, подобный юноша выпрыгнул из корзины и стал танцевать. «Гаура! Гаура! 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 Гаура!» — это имя Господа Чайтани. «Гаура» означает «золотистый». «Мой Господь явился здесь! Гаура! 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 Гаура!» — он пустился в пляж. Так Джаганат Дас Бабаджи подтвердил место явления Шри Чайтани Махапрабу. Дальше Шила Бхакти Винат Акур дал пример людям этого мира, «Как совершать баджан», то есть «Как жить духовной жизнью». Представьте себе, он был семейным человеком, отцом 13 детей, 8 сыновей и 5 дочерей. И он занимал очень высокий пост в правительстве ещё британском. Он был мировым судьёй в Джаганатхахури, соответственно, он был ответственным за храм Джаганатхи. В храме Джаганатхи он установил очень хороший режим поклонения. С тех пор в храме Джаганатхи Богу, то есть пищу для предложения, подносят к божествам 54 раза в день со времен Шила Бхакти Винат Акура. Много разных историй, я очень-очень сокращаю сегодня. Шила Бхакти Винат Акур ходил на эту службу, но то, что другие делали за 8 и более часов, он делал за 2 часа. Всё решал очень-очень быстро. Это очень хороший урок для нас. Иногда мы утром берём в руки чёткие, но перед тем, как начать повторять, мы думаем, «А, у меня столько дел!» И мы откладываем чёткие, берём свой органайзер и начинаем писать, что нам нужно сделать. Ошибка, практический просчёт. Вместо этого просто повторяй святое имя. Через час ты поймёшь, что у тебя в 2 раза меньше обязанностей, чем тебе кажется. Что нужно сделать путём одного сделать два, путём одного сделать три. И комбинировать, так говоря медицинским языком, тонкие ткани мозга включаются путём трансцендентной медитации. Таким образом мы очень-очень эффективно решаем ежедневные задачи. Вот так человек активно приходил домой, ужинал, немного отдыхал, несколько часов всего лишь он спал. В полночь он просыпался и воспевал святое имя, писал свои трансцендентные стихи и писал свои замечательные книги. Он написал их около ста. Он написал четыре основных песенника, которые очень-очень, которые настольные книги для нас. Кальяна Карпатаро, Шаранагати, Гитавли, Гитамало. По ночам он сочинял эти песни. По ночам к нему приходили стихи из писаний, и он записывал их. Он составил Баджанарахасию. Кстати сказать, Красноярск — это земля семинаров. Это наш четвёртый семинар или третий формальный семинар. Четыре года назад был неформальный семинар по Санатана Шикши, два года назад — по Бхагавадгите, год назад — по Баджанарахасию. Так вот, кстати, Баджанарахасию, Шиллбахтинон, который мы читали в прошлом году. И так он оставил нам это наследие, и в конце жизни он полностью уединился в лесу Годрумадвипы, он стал Парамахамсой Бабаджи. И в 1907-м он выпустил свою последнюю книгу, которая называлась «Сванияма Двадашакам», то есть «12 обетов». Если Сванияма Дашакам Шилла Раббана Дэску с вами оставил, то Сванияма Двадашакам оставил Шиллбахтинон Аддакур. И он ушёл в глубокий Баджан, в глубокую духовную жизнь. Трансцендентное проявление Шиллбахтинон Аддакура в духовном мире — Камала Манджари — драгоценная служанка. Шри Радхики, Шримати Радхики. «Сад Чидананда Шиллбахтинон Адхакура Кижа». Теперь его титули — «Сад Чидананда». Мы говорим «Сад Чидананда». Почему? Потому что, в принципе, сад Чидананда — вечность, знание, блаженство — это принцип, который царит в духовном мире во всей полноте. И здесь, в материальном мире, его грубое отражение. Нет ни вечности, ни знания, ни блаженства на самом деле. Когда он написал свою первую книгу, он взял псевдоним «Сад Чидананда». С тех пор этот псевдоним остался за ним, и Бхахтинон Адхакура — это было его имя. Урождённый он был Кедра Натта Датта, его так звали. Но Сад Чидананда Бхахтинон Адхакура — его духовное имя. Так вот, мы приступаем к второй главе «Джайва Дхармы» сегодня. Вчерашняя глава, так как пришли кое-какие новые друзья, я хочу дать небольшое опозрение вчерашнего нашего занятия с вашей, конечно же, помощью. Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать по терминологии. Итак, «Джайва Дхарма» — это название книги. Бхахта Серёжа нам скажет, что значит «Джива». «Джива» — что такое? «Джива». Серёжа смотрит и молчит. Да. Ой, это Игорь, это не Серёжа, это Игорь. Сори, сквозь меня смотрите. Да, как-то Игорь, сори. Это всё ещё самолёт, всё ещё самолёт, да. Что такое «Джива»? Душа, нет, живое существо. Душа — атма. «Джива» — живое существо. Живое, «Джива» — живое. Очень просто запомнить. «Джаива» означает «кого чего». «Дживы» — живого существа. И понятие «Дхарма» кто нам объяснит? Виктор, может быть, вы ещё раз? Нет, вы уже говорили, очень хорошо говорили. Елена. «Природа» или… «Это среди, это служение?» Да. «Сущность». «Сущность» — совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Если «Дхарма» — воды — это текучесть, если «Дхарма» — воды — это влага, то дхарма живого существа — это бескорыстное преданное служение. Шудда Бхакти — чистое преданное служение. Так вот, вторая глава называется «Ниття Дхарма», то есть «Вечная природа живого существа», «Чистое и вечное». Так называется вторая глава. Я вам напомню о трансцендентных героях «Чистое и Дхарма». «В Годрумадвипе» — священном лесу «Навадвипа» — место, где явился Швящий Тани Махапрабху. «Нава» — значит «девять», «Навадвипа» — значит «островов», «девять островов». «Совершает бхаджан», то есть «живёт духовной жизнью». Шри Прямдас Бабаджа Махараджа — очень-очень продвинутый, преданный, который живёт на самом деле в духовном мире, в своём духовном теле. И ежесекундно он служит в своём духовном теле. Шри Ширада и Кришна. Мы уже говорили с вами на водных занятиях о том, что в каждом сердце живёт духовный потенциал, который должен развиться. И поэтому наша Дхарма сейчас, его развивать, этот духовный потенциал, мы не можем быть безучастными к нашей подлинной природе, к нашей подлинной деятельности, нашей подлинной функции. Поэтому нам следует развивать этот духовный потенциал. В христианстве говорится «искра Божия внутри нас». Вот это вот мы говорим «сварупа анабандхи», то есть тенденция духовного тела развиться, раскрыться. Сейчас это семя, но это семя вырастет прекрасным, прекрасным деревом. Оно станет прекрасным деревом, которое будет приносить плоды несравненной сладости, плоды премии, чистой любви. Так вот Прямдас Бабаджи, он жил в Бодрумадвипе, и вдруг он увидел саньяси, то есть монаха в отреченном образе жизни, который распростерся перед ним в поклонах. И он сказал «О, Бабаджи Махараджи, пожалуйста, яви милость этому падшему, этой падшей душе». Бабаджи Махараджи ответил тем же. Он сказал «Зачем ты смеешься надо мной?» и предложил ему поклоны. Это взаимное смирение, очень-очень глубокое смирение. Это то, что является первоосновой бхакти, преданного служения. Мы говорили об этом вчера. Так Бабаджи Махараджи принял саньяси Такура в ученики. Саньяси Такура рассказал о своей судьбе. Он был очень-очень строгим монахом в школе Шанкарачари, в школе Адвайты, то есть недвойственности. Представители школы Шанкары или Адвайты-адвентисты говорят, что всё есть одно, иначе эта философия называется монизмом, моно, значит, всё едино. Они говорят, что я есть Брахман. Брахман означает абсолютная истина. Однако Брахман — это лишь безличный аспект Верховной абсолютной истины, лишь безличный аспект. Это подобно тому, как Солнце источает лучи, и, конечно же, с лучами, простите, с Солнцем мы знакомимся через этот всепроникающий имперсональный аспект, но это вовсе не значит, что этим ограничивается суть Солнца. Это лишь Его внешнее проявление таким же образом, безличный аспект Господа — это лишь внешнее проявление Его личности, Его сияния. Они говорят, я хочу слиться с этим сиянием. Поэтому Бабаджи Махарадж с удовольствием принял Саньяси в себя в ученики. Он также отвёл его к своему гуру, к своему наставляющему духовному учителю Шикше гуру по имени Прадим на Брахмачаре. И Прадим на Брахмачаре велел Бабаджи Махараджу принять Саньяси своим учеником. И представьте себе, через несколько дней, однажды утром Бабаджи и Саньяси Такур сидели рядом и воспевали Святое Имя на чётках — Харикришна Махамантру на чётках. Внезапно Бабаджи, который находился в экстазе своего служения, в своём духовном теле, дал указание Бабаджи Махараджу в соответствии с его трансцендентным служением, в соответствии с его духовным служением. Он дал ему указание в соответствии с его духовным телом. И Бабаджи Махараджи и Саньяси были в своих духовных телах служанками Шримати Радхики. Ещё раз я хочу обратить ваше внимание на то, кто такая Шримати Радхика. Вы видите большие божества там, но здесь, чтобы было удобнее, у нас есть божества вот здесь в книжке Кришна и Радхика. Он и Она — Божественная пара, Божественная чётка. Шри Чайтани Махапрабу, Рада и Кришна вместе. Вот эти три фигуры — это в наших храмах в Индии по всему миру. Так вот, внутренняя энергия Господа может быть выраженной или невыраженной. Как невыраженной — она — Шакти, энергия. А как выраженная — вот эта девушка. Её зовут Радха или Радха Рани или Радхика. Так вот, в своём духовном теле каждое живое существо, в потенциале своего духовного тела несёт какое-то служение каким-то ипостасям Верховного Господа и Его энергии во всём духовном мире. Или это Кришна, или это Рама, или это Нарайна, или это Мрисимха и многие-многие-многие другие проявления. Итак, всё Личностно. Мы — Личности, и мы несём Личностное служение абсолютно Личностной Верховной Личности, Личности, Личностной Личности. Итак, Бабаджи Махарадж дал указание своему ученику «О Сакхи, о подруга!» Твоё служение — усмирять вручную обезьянку Радхики по имени Какхати, потому что она издаёт звуки «как-как-как-как, и она тем самым вмешает Божественному сну Божественной Читы Рады и Кришну. Когда наступает рассвет, Рады и Кришне приходит время разлучаться. Радыка уходит в Яват, а Кришна — в Нандагаван. Им при этом помогают служанки Шримати Радыки. Огромное многообразие служения при этом. Мы очень-очень схематично упомянули об этом. Мы просто, так сказать, соприкоснулись на доли секунды с реальностью Духовного мира таким образом. Через эти реминисценции. Но так Бабаджи Махараджи, произнеся это указание, пал без чувств. Почему? Потому что материальное тело не выдерживает. Просто. Он просто пал без чувств. Потому что одного лишь луча трансцендентной Любви, который называется Бхава, тело не выдерживает. Поэтому Саньяси Такур пал без чувств. Затем, спустя какое-то время, они пришли во внешние чувства, и Бабаджи Махараджи начал отвечать на вопросы Саньяси Такура, своего ученика. Так Саньяси Такур спросил его, что такое дхарма, что такое религиозный долг, что такое природа, что такое сущность, суть всего. Потому что разные-разные учителя дают разные-разные оттолкования. На что Бабаджи ответил, предмет называется «васту». Это слово происходит от санскритского корня «вас», что указывает на существование. И у каждого «васту», то есть у каждого предмета, есть природа, которая называется «свабхава». Например, у воды это текучесть, плавность. Но если какие-то обстоятельства воздействуют на этот предмет, природа может быть проявлена в своём временном искажённом виде. Как, например, если мы включим холодильник, вода в нём застынет, и если температура дарит до 100 градусов, то вода превратится в пар, испарится. Поэтому плотное, то есть застывшее состояние воды или же испарившееся газообразное состояние воды это называется «нисарга», то есть обретённая природа, искажённая природа. Поэтому, по сути, природа живого существа в материальном мире вот здесь называется «нисарга» — искажённая. Поэтому мы страдаем. Мы подобны рыбам, которые вынуты из воды, или мы подобны людям, которые заброшены в воду без акваланга. Поэтому мы задыхаемся в этом материальном мире. И очень-очень хорошо, что мы это признаем, что есть страдания. Поэтому в духовном мире нет речи о никаких страданиях. Каждый занят блаженным служением духовной Вечности Бога согласно своему духовному потенциалу. Это очень простая философия на самом деле. Тут много-много разных тонкостей, которые осознаются в глубокой медитации, в баджане. Но, по сути, всё очень-очень-очень просто. Поэтому теперь вопрос к вам. От понятия «васту», от понятия предмета, какие три элемента исходят, которые очень-очень важны? Кто скажет сейчас? Бхагаван сверху, джива, живое существо, основание треугольника. Нет, майя, иллюзия, майя. Бхагаван, джива и майя, правильно, это треугольник. То есть Верховный Господь, живое существо. Мы говорили 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Из них человеческому виду приближены 400 тысяч различных уровней сознания от самых примитивных, таких как каннибалы, которые в джунглях убивают себе подобных и едят их мясо, и великих, довеликих святых. Вот такой диапазон. Вот. Поэтому, если какая-то религия имеет вот этот треугольник, даже в самых каких-то элементарных вариантах, например, человек, откажись от сатаны, приди к Богу, прекрасно, «Джива, откажись от Майи, приди к Бхагавану». Мы говорим, конечно, это правильно. Вот. Сегодня мы будем говорить о различных видах религии, и мы будем говорить, в принципе, о трёх видах религии. Впрочем, всё постепенно мы с вами вспомним. Основные моменты вчерашней лекции мы восстановили. Итак, на следующее утро Саня Святакура не удалось поговорить с Прямдасом Бабаджи, поскольку тот, глубоко погружённый во Враджа Бабу, служение в настроении жителей Вриндавана. Вриндаван — это высшая планета Кришны в духовном мире, Голока Вриндавана она называется. И также это место проявлено в этой Вселенной, на этой планете. То есть, подобно тому, как Амбасада, то есть посольство какой-то страны, находится в этой стране, и фактически это территория той страны, несмотря на то, что, может быть, в Москве на такой-то улице, всё равно это территория той страны. Таким образом, Вриндаван, который проявлен на Земле, это территория духовного мира. Вы знаете, небесный Иерусалим, и в других традициях есть это соответствие. Поэтому он сидел, но на самом деле он был в Вриндаване. Вот. Он не пребывал во внешнем сознании. Когда же в полдень, закончив собирать милостыню в домах деревенских жителей, они присели отдохнуть в живописной беседке? Махамаса Бабаджи Махараджи участливо спросил, «О, лучше из бакт? О, лучше из преданных?» Что я хотел сказать? Этот Саньяси Такур, когда он жил в Варанасе, он лишь увидел преданного. Он увидел бакту, который, запинаясь, восклицал, «Ха гауранда! Ха нитянанда! О чейтанья! О нитянанда!» И падал без чувства, опять вставал, опять спотыкаясь, падал. Он был парамахамсой. Он обладал высшим уровнем духовной имперсональной реализации. Мы говорили вчера, что есть два вида имперсоналистов. Подскажите, какие? Простите, два вида трансценденталистов. Какие? Помните? Персоналисты и имперсоналисты. Хорошо. Так вот, имперсоналисты считают, часть из них считают, что Верховный Господь существует лишь как безличный абсолюд. И что любые личностные проявления — это иллюзия. Такие имперсоналисты называются как? Майавади. Но есть те, которые не отвергают Личностный аспект и говорят, что он существует, но их интересует только безличный абсолюд. Они называются Брахмавади. Есть две категории. Так вот, Бабаджима, простите, Саньяси, проникся настроением этого предного настолько, что он хотел встретить Вайшнава. Он хотел встретить чистого Вайшнава, он отправился во Бриндаван. Из Бриндавана его послали в Новодвипу. Он прошёл много сотен километров. Сейчас это ночь на поезде. Тогда это было из центра Индии в Бенгалию. Занимало довольно-таки долгое время дойти пешком. Он дошёл до Новодвипа, встретил Бабаджи Махараджа в Годру Мадвипе, предался его лотосным стопам. И тут же он обрёл Бхава-бхакти. Вот почему Бабаджи Махараджи дала ему духовное служение в духовном теле. Поэтому тот, кто был парамахамсой на стезе имперсонального совершенства, стал величайшим преданным. Поэтому здесь Бабаджи говорит, о, лучшее из бахты. Вот поэтому. «К какому же выводу ты пришёл после нашего вчерашнего обсуждения Дхармы? О, мой господин!» — ответил Саняйси, испытывая высшее блаженство. «Если индивидуальная душа ничтожно мала?» Тут он задаёт два вопроса. Два вопроса. «Если…» — можете отметить их. «Если индивидуальная душа ничтожно мала, каким образом её вечная природа может быть совершенной и чистой?» Первый вопрос. Очень резонный вопрос. Он задаёт очень два классических вопроса. «Если джиба или индивидуальная душа ничтожно мала, каким тогда её вечная природа может быть совершенной и чистой?» Правильно? Второй вопрос. «Если изначальное предназначение души формируется в момент её появления, разве можно его, то есть предназначение, считать в вечном?» То есть он говорит, что душа в какой-то момент формируется. Поэтому как предназначение, ну опять-таки, дхарма души, можно считать вечным? Это два очень-очень таких актуальных вопроса. «Тогда Парамахамса Бабаджи погрузился в созерцание лотосных стоп, Шри Иша Чинанды Магаура Хри, Господа Чайтани, и с улыбкой произнёс, «О, почтенный! Хотя душа ничтожно мала, её дхарма, то есть природа, совершенно и вечно, то есть нитья, вечно». Мы говорим нитья, дхарма. Бесконечно малые размеры — это лишь её отличительная черта. То есть неважно, что душа бесконечно мала. В ведической литературе содержится указание о размерах души. Душа по размерам равна одной десятитысячной части кончика волоса. Помните? Мы слушали, там, 4 года назад, вот здесь. Как Шри Чайтани Махапрабху говорил об этом Рупе Госвами, Санатане Госвами тоже. Если взять кончик волоса, разделить его на 100 частей, и потом эту сотню разделить ещё на столько же, получится 10 тысяч. Одна десятитысячная часть кончика волоса — это размер индивидуальной души. Так вот, несмотря на то, что душа настолько бесконечно мала, она всё равно является трансцендентной. Душа трансцендентна и вечна. Вот. А в то же время Парабрахман, то есть Верховный Господь, мы говорим Брахман, вот это Брахман, вот это безличный аспект. Пара означает высший, находящийся выше. Парабрахман — вот эта вот сфера, которая выше, выше Брахмана, называется Парабрахман. Поэтому Кришна, он же Нараяна, он же Рама, он же Дайсинха и много-много других имён, это Парабрахман, то есть тот, кто находится выше Брахмана, выше безличного аспекта. Источник, кроме того-того, безличного аспекта. Так вот, Парабрахман Шри Кришна, единственная безграничная субстанция, бреха-дваста, адживы или Души, его бесчисленные атомарные частички, помните вчерашнее сравнение, с костром и искрами. Когда стемнеет, можно зажечь костёр и увидеть, как от него разлетаются искры. Таким образом, искры, они исходят из изначального пламени. Но у каждой искры есть потенциал. От искры может загореться новое пламя. Поэтому здесь Баба Джи говорит, «Словно искры, вылетающие из неугасимого пламени, индивидуальные души исходят из Кришны в воплощении вечного сознания. И подобно тому, как каждая искра обладает свойствами самого пламени, каждая душа является полностью сознающей. Если в искре достаточно огня, она может разжечь пламя, способная сжечь до тла весь мир». Как же это так? Это означает, если индивидуальная душа станет бхактой, то есть преданным. Это означает, что весь мир она сможет воспламенить своими пламенем уже загоревшимся в неё. Поэтому каждое утро мы поём, в наших храмах мы поём Байшнава Вандану. Приветствую всем Байшнавам, всем преданным. Там говорится о том, что один такой бхакта может освободить весь мир. И это действительно так. У него настолько глубокая мощь, гигантская мощь. Поэтому одна искра может стать причиной в хорошем смысле пожара. В хорошем смысле. Мы говорим, что весь мир — это пожар материального существования. Но в этом смысле прекрасный, очищающий пожар, который сжигает весь мусор. почему на наших дачных участках мы сжигаем мусор? Потому что он не нужен. Он никому не нужен. И огонь, он может сжить всё. Даже пластик, который очень долго горит, от которого идёт чёрный дым, всё равно он сжигает всё. Поэтому какие бы греховные реакции мы ни наработали, в огне, в акте может гореть всё. Всё, всё, всё. Освобождение от греховных реакций — это вовсе не цель. Это побочное явление. Мы не стремимся просто от частиц грехов. Впрочем, для начала и оно не дурно. Ладно? Это опять-таки не сама цель. Много-много очень тема рождается попутно, но я всё-таки держусь плана. Как сказать, у нас есть семинар, у которого есть план и так далее. Постепенно мы сможем перейти в более свободное общение, но всё-таки пока мы держим все от повествования. Так вот, точно так же одна единственная джива может затопить весь мир любовью, если обретёт любовь к Шри Кришна Чандре истинному объекту любви Дхарма Вишай. Однако до тех пор, пока душа не вступит в контакт с ним, её естественные духовные наклонности не смогут развиваться и не начнёт проявляться её истинная Дхарма. Что такое вечное предназначение живого существа нитью Дхарма? Тебе следует глубоко обдумать этот вопрос, Босаньяси, говорит Бабыч, нитья Дхарма вечное предназначение Души трансцендентная Любовь или прямо Кришна. Мы говорим Кришна, кто-то ещё говорит Аллах, кто-то ещё говорит Христос, кто-то ещё говорит разные-разные другие имена Яхве и так далее. Это не столь важно, хотя существует определённая градация согласно настроением, впрочем, это очень особая тема. Так вот, живое существо является сознающим трансцендентно по отношению к безжизненной материи. Это очень важно. Существует два понятия, мы сейчас поставим их мысльно друг перед другом и проанализируем. Одно это джива, а другое это джарда. Можете два шарика себе нарисовать. Одно джива, другое джарда. Джарда без точки джарда такое слово. Значит, неживая материя. Так вот, джива всегда выше, чем джада по категории. Неизмеримо выше. Неизмеримо выше. Можете написать джива всегда выше, чем неживая материя. Неизмеримо выше. Вот. Потому что джива у живой души есть божественное предназначение. А что такое неживая материя? Это проявление магии или иллюзии в этом мире. Если мы используем эту неживую материю в служении нашей нити-адхарме, то есть в нашем вечном предназначении, это означает, эта материя не порабощает нас. В противном случае она нас порабощает. Поэтому мы, увы, это печально, но становимся рабами вот этой материи. Поэтому мы в противоестественной ситуации находимся. Мы становимся рабами материальных объектов, которые нас же бьют. Вот. Так вот, сейчас очень фундаментальная вещь, послушайте, пожалуйста. Живые существа могут находиться в двух состояниях. Напишите, пожалуйста, рядом два бокса. То есть мы друг напротив друга. Прямоугольник один называется. Свободное состояние. Те, кто любит санскрит, можете написать шуддха авастха. Шуддха две дэ черточка авастха. Полностью свободное состояние. И на противоположной стороне квадратик обусловленное состояние или баддха черточка авастха тоже две дэ бадддха авастха. Так вот, если вы уже написали, посмотрите, пожалуйста, сюда на карту. Обусловленные дживы переполняют материальный мир. Вот здесь. И освобожденные переполняют духовный мир. Вот и всё. Определённое категория живых существ, которые формально находятся здесь, фактически являются освобождённые души. Определённое количество. Это великие преданные. Они могут быть гуру, естественно. Естественно. Таким же образом, как не нужно доказывать, что солнце это солнце, каждый ощущает его тепло, воспринимает его как аксиому. Таким же образом, мы видим, что это гуру. Каждый человек может понять, что это действительно возвышенные преданные. Есть разные градации преданных, мы поговорим об этом в конце лекции сегодня. Но факт тот, что, когда в жизни души наступает особый период, когда материальное существование этого же существа вот-вот подойдёт к концу, первым симптомом этого конца материального существования является то, что эта душа встречается с Шри Гуру, духовным учителем. Это очень важный момент. Это означает, наше материальное существование вот-вот подойдёт к концу. Это очень важный момент. Так вот, немного об этих двух категориях свободных, живых и порабощенных. В свободном состоянии живое существо целиком духовно Чинмая и никогда не соприкасается с инертной материи. Но даже в этом состоянии она продолжает оставаться ничтожно малого. То есть, смотрите, вот эти души, которые населяют духовный мир, они даже не знают о существовании духу материального. Представляете? Они не знают о существовании материального мира, где кто-то страдает, кто-то кого-то эксплуатирует и все эти вещи. Они просто не знают. но те, кто достигли освобождения здесь, они подобны лебедям, которые не смачивают вода. У них такой жировой слой, или у гусей, говорится, как с гуся вода, что просто не касается. Это просто не касается. Поэтому продвинутый предный, даже, скажем так, умеренно продвинутый, который еще не находится на ступени полного совершенства, его просто не интересуют, какие-то дешевые мирские удовольствия. Вот мы почти все вегетарианцы, допустим, вот сейчас положи перед кем-нибудь из вас, простите меня, немножко звучит противно, но шницель, да, вы все выбежите из комнаты. Просто, потому что невозможно нюхать. Понимаете, мы все вегетарианцы, это грубое, или рюмку нальет кто-то вам, да, вы не сможете нюхать, вы выбежите из комнаты, поэтому это другой уровень сознания совершенно, поэтому нас не интересует. Люди потом с ума сходят, люди устраивают бучи возле магазинов с колбасой, вот, а мы, ребят, ну, извините, нам это уже не актуально, понимаете, вот, поэтому то же самое и с продвинутой Личностью, ему, то есть ей, уже совершенно неинтересно материальное чувственное наслаждение. Состояние дживы из-за её крошечных размеров может меняться. Джива всегда подвергнута видоизменениям пока здесь в материальном мире. Кришна же не изменил, поскольку Его сознание безграничное. Это очень важно. У нас ограниченное сознание, поэтому мы склонны к изменению. Вот пойди сейчас проливной дождь, наше сознание изменится. Мы станем думать «Я не взял зонтика, у меня нет непроницаемой обуви» и так далее. Как я доберусь до дому? Сознание изменилось, появилось беспокойство. Почему? Потому что мы обусловлены. Так. Я хочу вам рассказать одну историю, чтобы немножечко нас развеять. Я всегда вспоминаю, в 2003 году мы поехали на фестиваль нашего Грудева, нашего духовного учителя в Голландию. И в Голландии, вы знаете, всегда идёт дождь. Натонная Голландия. И мы жили в палатках. Всё время шёл дождь, мы жили в палатках. И Гурдар давал лекцию. Гурдар давал лекцию. И он сказал, он заметил, кто-то один ушёл, второй ушёл, третий, пятый, десятый. он сказал, почему все уходят? Дождь пошёл. О, вы идёте, чтобы спасать свою одежду, но ваша одежда намокнет и снова высохнет. Вы не придаёте значения харикадхе, то есть духовным повествованием. Я смотрю, что даже те преданные, которые практикуют 20 лет, о, бегут спасать свою одежду. Это был очень хороший урок для нас. Потому что наше сознание видоизменяется от внешних проявлений. Нас не приковывает абсолютно истина настолько, чтобы мы позабыли обо всём на свете. Поэтому мы думаем о внешних вещах. У Кришна безграничное сознание. Как реальный существующий объект или васту? Помните две категории васту? Какие? Парамананда? Спасибо, Виктор. Не совсем. Здесь речь идёт о васту, об объекте, не о дживе. Первая как называется прарамананда? Первый вид васту как называется? Кишан? Васта васту. Три четыре. Васта васту. Что это такое? Баларам объясни. Реальный существующий. Реально существующий предмет. Баларам молодец, не спит. На руках. Хорошо. А второй вид? Аваста вавасту. Три четыре. Аваста вавасту. Значит, предмет, не обладающий реальным существованием. Это означает, то, что окружает нас, материя, да, это не обладающие реальным существованием вещи, как правило. они обретают статус реального существования только если они заняты в нитя дхарме, то есть вечно служении. Кто такой высший васта вавасту? Кришна, Бхагаван. это высший объект, обладающий реальным существованием. И индивидуальная душа это тоже васта, тоже васта вавасту, то есть тоже объект, обладающий реальным существованием, только лишь по размерам мы бесконечно малые. Бесконечно малая частица это означает, она склонна подвергаться осквернению и переменам состояние очень важной вещи подвергается осквернению. Душа. То есть душу может покрыть мая, иллюзия. Поэтому мы иногда друг к другу делаем комплимент «Вы в мая, другу!» То есть «Дорогой господин, вы покрыт иллюзией вашему сведению». «О, да, действительно? Am I really? Really, really? Действительно ты покрыт иллюзией». Поэтому мы склонны быть покрытыми. И жил человек, практиковал, практиковал, пошёл к своим бывшим друзьям попроповедовать, ну и выпил с ними, знаете, как бывает. Поэтому администрация храма говорит «Вы в мае про Бога!» Это правда. Пошёл, поскользнулся, очнулся гипс, накрыла иллюзия. Бытовой пример, но подтверждение философскому пустованию. Тем не менее, в силу своей чистой духовной природы, дхарма, душа исполнена величие, неразрушимо, чиста и вечно, поэтому следует обратиться к своей подлинной природе, следует отвернуться от своей склонности быть покрытыми иллюзорной энергии. Потому что эта склонность быть покрытыми иллюзорной энергии — это слабость. Поэтому нужно быть сильными, не нужно быть слабыми. Потому что слабый человек употребляет в обществе такой английский термин «лузер». То есть он проигравший. Он не может быть сильным. Значит, не может достичь успеха. Вот. «Пока живое существо остаётся чистым, проявляется его истинно безупречная природа. Однако когда под воздействием моей иллюзии живое существо оскверняется, его изначальная природа искажается, и оно, лишившись прибежище, отказывается во власти материальных радостей и страданий». Вот вам первые главы Бхагавадгиты. Кришна говорит Арджуне. «О, Арджуна, знай, что временные радости и страдания материального мира подобны приходу выхода зимы и лета. Сегодня жарко. Жару я приношу, сознаюсь, плохо. В Индии мне немножко трудно. А тут сегодня почти как в Индии. Сегодня в Красноярске температура на 7 градусов выше, чем в Париже и в 2 раза больше, чем в Москве. Вот. Но завтра опять будет холодно. Иногда я приезжаю к вам зимой. И тут большие сугробы и минус 20 и ниже. Вот. Поэтому что расстраиваться? Опять скоро будет холодно, а зимой что переживать? Опять Господь даст солнышко и тепло. Вот. Поэтому человек в такое сознание не особо удручается при внешних переменах. Так вот, материальные радости и страдания это причина чего? Отклонения от нашей нитья дхармы, от вечного нашего положения. Таким образом, как только душа забывает, что является слугой Кришны, она тут же оказывается в плену материального существования. Есть хороший специалист, допустим, хороший плотник или там слесарь, а тут он взял и набился, понимаете, и всё. Работе конец, нужно ждать три дня, пока он придёт в себя. Что тут дело бывает? И он, так как он был немножко в педического склада, он говорит начальнику, простите, пожалуйста, меня мая накрыла. И он прав. Так оно и было. до тех пор, пока живое существо остаётся чистым, оно осознаёт себя в соответствии со своим истинным духовным предназначением свадхармой. Поэтому изначально присуще ему эго, основанное на представлении себя как услуги Кришны. Мы употребили очень важное понятие сейчас эго, значит, я. Ложное эго, это мы упоминали в предыдущих занятиях, самая тонкая часть материальных элементов, которые покрывают душу. Это ложное самоотержествление. То есть пока мы во власти иллюзий, мы думаем «Я такой, я такой, я мужчина и женщина, я человек, я не человек, я русский, я не русский, я капиталист, я социалист, я член такой-то партии, я такой-то специалист». Все вот эти вот список мы думаем о себе. На самом деле нет, я слуга Кришны. Мы тоже не хотим убегать от этой реальности, в которой нам нужно работать, понимаете. Мы не хотим быть искусственным на каком-то уровне, на котором мы не уходим с работы, мы не бросаем семью. Я с умилением вспоминал те времена, когда первые преданные Кришны в Советском Союзе это делали. Это был, конечно, перекос в другую сторону. Поэтому мы нормально относимся к этим обязанностям, мы ходим на работу, мы растим семью, мы заботимся, все это есть. Но в своем сердце, понимаете, что у тебя действительно в сердце, куда ты действительно идешь в жизни, мы говорим «Я слуга Кришны». Это первое. Вот. Это называется свадхарма. Поэтому это присущее нам изначальное эго. Мы просто возвращаемся к своему подлинному эго. Вот это вот. Это называется путешествие вглубь себя. Это называется одна книга Прабхупады. Путешествие в мир подлинного «Я». Это действительно «Мы». Остальное это просто роли, которые мы играем. Вот это. Однако стоит индивидуальной душе попасть в явление моей, как и чистая истинная эго подменяется ложным, и она покрывается тонким и грубым телом. Вот она началась. Помните, вчера мы вспоминали о страдании эмбриона в чреве? Эмбрион 9 месяцев проводит в очень едких водах материнского чрева. У бедняжки очень тонкая кожица, и он страдает. Ему там очень больно. Хорошо, если мать вегетарианка и не курит, не пьёт в это время. То Бог знает, что ему там нужно употреблять вместе с ней. И он, сложив ручонки, молится там в эти 9 месяцев и говорит «Выпусти меня отсюда, пожалуйста». «Я обещаю и буду служить тебе, когда выйду. Я знаю, что ты всемилостивый и так далее». Верховный Господь его сердце даёт ему силу осознать свои стоили больше предыдущих рождений. А затем беднягу выпихивает вперёд головой поток материнского воздуха и он кричит просто от безысходности, от шока он кричит. И он просто берёт голову выписывается в этот мир двойственности. Родственники начинают ему «Ты маленький, ты красивый, ты маленькая, ты красивая, ты лучше других детей» и так далее, и так далее. И он начинает уже разбираться в этом мире двойственности «хороший, плохой, ца-цакака», все эти вещи «хорошая, плохая» и так далее, и так далее. вот вам материальная иллюзия. Вот что происходит. Это называется материальная двойственность. где же душа? Да, значит, грубое и тонкое тело. Когда же душа, находящаяся в тонком теле, начинает изуслять себя с грубым телом, а в результате в тонком теле зарождаются разнообразные виды самоотрезлицения, второй вид эго. То есть наше поле на эго становится покрытым. У нас второе эго получается. А потом, когда вступает в силу развивающееся грубое тело, третий вид эго покрывает большой, красивый, маленький, толстый, кривой, одноглазый, двуглазый, одноухий, двурукий. Все эти вещи вступают в силу. Третье эго в своем чистом состоянии живое существо только слуга Кришна, однако в детстве в себе с тонким телом и полностью забыв о служении Кришне, она считает себя наслаждающимся плодами своих действий. Тогда она получает грубое дело тела и думает «Я царь, я брахман, я бедняк, я несчастный, меня одолевают болезни и скорби, я женщина, я хозяин тех или иных людей». Так живое существо отождествляет себя с различными грубыми телесными представлениями. Когда она попадает подавление ложного эго и в изначальная природа сватхарма искажается, искажается. Эта беспримесная плема проявляется и в тонком теле, как счастье и скорбь, привязанность и отвращение и так далее, а в грубом теле в еще более искаженном виде, как наслаждение, получаемое от еды, утоление жажды и соприкосновение с объектами чувства. Продолжает Баба Джи Махараджи, «Тебе следует ясно понять, что вечное предназначение живого существа проявляется только тогда, когда он находится в своем чистом состоянии. Нить адхарма или чистое состояние совершенно чиста и вечна». Адхарма существа, живого существа, в обусловленном состоянии известно, как запишите это слово наймиттика. Наймиттика. Немитта означает вообще говорит причина немитта или обстоятельства тоже может быть. То есть наймиттика означает приходящие согласно обстоятельствам. Вспомните лед, вспомните пары. Это все приходящее состояние воды временное. Сколько вода может быть льдом? До тех пор, пока температура низкая. А пара пока она 100 градусов. Так же и душа. До тех пор, пока мы соприкасаемся с материальными объектами, мы противоестественном состоянии наймиттика. Вот. Поэтому существует три вида религий. Мы подошли теперь к этому запишите пожалуйста эти три вида религий. Все религии, которые мы видим в современном мире разделяются на три категории. Ниття, дхарма. Первое. Вечная религия. Второе. Наймиттика. Две т. Наймиттика. Означают обстоятельственные религии. Согласно времени-место историческим обстоятельствам варианты ниття, дхарма. Варианты вечной религии. Вот эти вот обстоятельственные варианты. И третье. А ниття, дхарма. А значит нет. то есть не вечная религия. Временная религия. Та религия, которая основана на ложных предпосылках. Мы сейчас разберем эти три категории. Итак, ниття, дхарма. Это то, что мы называем байшна визму. Байшна визму. То есть поклонение вишну. Вишну вы знаете в русской традиции слово вышлий. Но произошло оттуда. Вясть это Господь. Мы уже говорили об этом треугольнике. Ишвара, джива и майя. Или бхагаван джива и майя. Ниття, дхарма, то есть витычной религии это незаболимый политик. О, джива, отвернись от майя. Идик Ишвары. Каким образом идей? Очень, очень, очень детально все описано. Путь очень детально описан. Сущность Ишвары или бхагавана тоже очень детально описана. Очень детально описаны этапы пути, препятствия. А также самое главное экстатические взаимоотношения с Ишварой. према, чистая любовь, которую испытывает джива по отношению к Ишваре. Все это описано очень подробно. В чем не просто, как сказать, научно описано с точки зрения ума и логики. Это описано с точки зрения экстатической реализации, с точки зрения транса, взаимоотношений. Дальше наимите Кадхарма религия, которая согласна обстоятельствам возникли. Существовали люди, допустим, древние иудеи, существовали арабские племена, которые обладали определенным уровнем сознания. Вот к ним пришли пророки, такие как Иисус, Мухаммед и многие другие, Заратустра. Они основали религии, мы говорим, основали. С них ввели то же самое. Но просто это было, как наш городов говорил, старое вино в новой подруге. Для них адаптированное. Адаптированное. Знаете, скажи, я когда был маленький, у меня нельзя было мороженое, все время было под мое горло. Поэтому мама растапливала это мороженое. Адаптировала для меня. Это были для меня уже взбитые сливки. Я, помню, пил и потом жевал стаканчик. Это была моя религия. Детская религия. Вот. Когда я был маленький, родители не давали мне смотреть телевизор. Большое им спасибо за это. Я смотрел одну передачу в неделю, она называлась «Будильник». Вот. Это была моя религия воскресная. Каждое утро 9.30 в воскресенье. Вот. Прямо это адаптированное. Понимаете, я даю детские примеры, но это хорошо. Вот. Поэтому Иисус сказал «Я бы дал вам больше, да не вместите». Вы не сможете понять. Ранние христиане, говорят, верили в переуплощение. Потом это на втором константинке, вот мы сказали, в соборе было отрезано апокрифы были сожжены и многое. Вот. Мусульманство. Еще одно. Один пример. Наймите катарма. Вот. Очень большой прогресс был по отношению к тому, что имели вот эти вот племена арабского полуострова и других мест, что многобожие уступило место культу Аллаха. Означает «Он один величайший». Однако в вайшнавизме то, что Кришна величайший, это лишь Его побочное качество, дополнительное качество. То, что Он велик, это, конечно, важно. Но, помимо этого, у Него есть множество интимнейших прекрасных качеств, которые проникнуты несравненной расой, несравненным вкусом. И как проявляется это в случае каждой индивидуальной души, вот об этом гэшнавизм говорит. Но в наймитико-дхармах этого нет. То есть есть какие-то намёки, какие-то мистики в своих реализациях это осознали, описали, в своих мистических произведениях, суфии, допустим, и так далее. Вот. Есть много религий, которые похожи по своей структуре на это. И третий вид это анития. Анития, значит, не вечная религия. Это та религия, которая отрицает существование Ишвары, то есть Бога. Первым примером такой дхармы является буддизм. В буддизме нет речи о Боге. У них есть божества, они поклоняются и делают что-то. Но в целом речь идёт о пустоте. То есть по сути пустота это прахма. Далее. У нити дхармы могут быть разные названия в зависимости от страны, нации, языка. Тем не менее она одна несёт благо каждому. Идеальным примером нити дхармы является Вайшна Вадхарма, широко распространённая в Индии. В своём изначальном виде это дхарма, который учил Господь нашего сердца Шри Шатинандана Шри Чайтани Махапрабу. Именно поэтому великие души, погружённые в блаженство Божественной Любви, обращались за помощью к этому учению и следовали ему. Саньяси Такур, выслушав это, сказал, «О, Прабу, для меня очевидно превосходство безупречной Вайшну Адхармы, который явил миру Шри Шатинандану Шри Чайтани И ясно осознаю всю несостоятельность имперсональной доктрины Шанкар-ачарьи». То есть он стал раскаиваться в том, что «О, я столько времени потратил на осознание безличного аспекта». Это было подобно, как наши ачарьи это сравнивали с «Что с рисом делает?» Взбиванием шелухи от риса. Иногда вручную молотят рис, а если мы шелуху от риса начинаем молотить, то это подобно вот этому безличному освобождению. «Но все же одна мысль не дает мне покоя. Я чувствую, что я должен раскрыть ее тебе. Я понимаю, что то состояние, которое испытывал в Шри Чайтане Махабхава — это высшее проявление центрированной премы. Отличается ли оно от состояния Души, достигшей стадии совершенства воединения с безличным Абсолютом?» Тут Бабаджа Махараса задал этот вопрос. Личностное и безличное отличаются ли они, услышав имя Шанкарачарии? «Услышав имя Шанкарачарии, Парамахамса Бабаджи тут же предложил поклон Дандават и сказал «Шанкара, Шанкара, Саакшат, Господь Шива, это сам Шанкара, Шанкарачария». Шанкарачария пришел и устранил буддизм из Индии. Это было великим, великим шагом вперед по отношению к индийской мысли, потому что Шанкара он ввел авторитет в вет снова. Все брахманы к тому моменту, когда оператор Ашопа правил, стали буддистами. Но Шанкара пришел и ввел понятие брахмана. Вот это брахман, брахмаджоти, то есть сияние безличного аспекта. И он сказал «На самом деле, брахман это не пустота». Буддисты говорили, что это пустота. Он сказал «Нет, это не пустота». Он сказал «Это брахман, но брахман на самом деле ничто иное, чем пустота». Поэтому Шанкара Чария называется скрытым буддистом. Однако Бабаджи здесь говорит «Шанкара был идеальным Ваишнава». Шанкара сам Господь Шива. Его послал сам Верховный Господь Кришна, чтобы Он дал людям эту доктрину адвайты, то есть безличного совершенства или недвойственности. Шанкар явился в Индии во времена, когда возникла острая необходимость в пришествии такого воплощения гуна, аватара. Под влиянием философии пустоты население Индии перестало изучать ведические шастры. Поэтому Индия никогда не сможет вернуть этот долг Шанкарачаре. Мы говорили вчера о его короткой жизни. Он жил всего 32 года. Он вступал в ожесточенные дебаты с буддистами и в конце одного из них проигравший должен был войти в растопленное масло, в кипящее масло. Поэтому Шанкар вошел в кипящее масло. Так Господь Шива проявился и сделав свое дело ушел. Шанкарачаре восстановил авторитет ведических писаний и обратил Шунья ваду философию пустоты в брахмаваду доктрину безличного брахмануса. Он создал тем самым платформу для пришествия великих ачарьев вайшнамов Рамануджи Мадавы и в конце концов Шри Чайтанья. Сейчас вайшнава пользуется теми благами, которые принесла философская доктрина Шанкарачарии. Живому существу, порабощенному майей, очень важно обрести знание о том, что оно является узником материальной природы и знание о своих отношениях с Бхагаваном. Это знание называется можете записать самбандха гьяна. Очень важное понятие. Самбандха гьяна, самбандха черточка гьяна. Знание о взаимоотношении ях. Потому что мы в этом мире с вами не знаем кто мы, где мы, куда мы идем. Только Гуру может дать это знание. Так вот Шанкарачархи он дал людям это понятие о ведической дхарме, о ведическом, ведическое представление о цели и о пути. Сейчас вайшнавы пользуются этим основанием. Доктрина Шанкарачархи очень согласуется с учением вайшнавов на самом деле. О, я забыл одну вещь, что сегодня я принес свои знаменитые таблицы. Очень хорошо. Когда я жил в Англии, в Бирмингеме, 10 лет назад, больше, я составлял таблицы. Хотя вот армия сегодня мы посмотрим. Как раз вот это есть. Шанкара прекрасно знал, что если люди будут использовать поклонение Господу Хари, то есть Кришне, как средство достижения освобождения, то постепенно у них разовьётся вкус к баджану, то есть к духовной жизни. У них разовьётся вкус. Таким образом они станут чистыми, преданными. Поэтому он не стал раскрывать сокровенные тайны религии вайшнавов, указав лишь направление, в котором надо идти. С некоторой точки зрения может показаться, что совершенная стадия единения с Абсолютом чем-то напоминает стадию преми. Однако ограниченное толкование этого единства существенно отличается от определения преми. Преми — это чистая любовь. Давайте сейчас посмотрим сюда. Те, кто смотрит у нас на экране могут тоже видеть. Вот это преми. Sorry, these charts are in English. Так или иначе, мы можем с вами все перевести. У преми, у божественной любви есть три элемента. Можете начертить эту табличку. Два кубика слева и справа и посередине вот такой волнистый. Я так изобразил. слева наслаждающийся прямой, то есть преданный. Он наслаждается. С другой стороны объект наслаждения справа. и посередине акт наслаждения. То есть вот это три элемента, которые содержат прямо. Что же касается концепции Шанкарачарии, то там этих трех нет. Почему? Потому что там все едино. там речь идет о слиянии, о недифференцированном существовании. Поэтому Баба Джи говорит, према не может возникнуть там, где нет двух трансцендентных личностей. То есть Кришна и Бхакта. Там, где нет Кришна и Бхакты, према не может возникнуть. Это очень-очень важно. Чистая любовь. Когда мы сейчас говорим, о, нужно создать семью, это значит, мне нужен партнер. Значит, если ты мужчина, тебе нужна жена, и будет семья. Если женщина, наоборот, тогда будет семья, будет любовь. Это материально. Но нужно понимать, что принцип тот же самый. Поэтому так же, как здесь, у нас есть взаимоотношения между юношей и девушкой, которая впоследствии создаёт семью. Это очень грубый пример. Таким же образом есть взаимоотношения между Кришной и Его преданным. И эти взаимоотношения являются прямой. То есть преданный Он субъект, Кришна это объект. Далее, Кришна према или трансцендентная любовь это дхарма, благодаря которой все живые существа вечно привлекаются в Верховную Божественную Личность. Философия премы покоится на трёх вечно незабываемых истинах. Кришна чандра является вечной Личностью. Живые существа тоже вечные индивидуальные Личности, которые полностью под его руководством. И према таттва то есть истина о совершенной любви это тоже совершенная истина. То есть все вот эти три элемента полностью совершенны и трансцендентны. Понятие наслаждения подразумевает наличие трёх отличных друг от друга составляющих, которые мы только что упоминали. А единение с Абсолютом которое описывает Шанкар-Ачария можно уподобить према лишь в том случае, если определить его как чистое состояние трансцендентного существа не связанного с безжизненной материей. То есть это недифференцированное состояние. Понимаете? Недифференцированное означает в котором нет состояния, в котором нет этих трёх. вот эта дифференциация означает развлечение на три. Раз, два, три. Так. А в Адвайта в Геданте этого нет. Потому что они говорят Ахам Брахмасми Я есть Брахм. Таттва Маси Ты есть То. Они говорят. Речь идёт о слиянии. Слиянии. Да. Да. Ничего больше. Недифференцированное состояние духовного единства. Вот и всё. Но это в целом неверно. Поэтому это тоже Аннити Адхарма. Вот это. Поэтому такая концепция Двайта Сиды перезумевает, что трансцендентные существа стали едины со своей духовной природой и своим предназначением Чит Адхармой. Однако современным учёным, принявшим доктрину Шанкар, не нравится эта идея, поэтому они утверждают, что духовные существа, став единой субстанцией, утрачивают свою индивидуальность. Далее Баба Джа говорит, что недобросовестные последователи Шанкары исказили его учение. То есть они просто сказали, если что-то имеет какие-то качества, то это качество материальное. Они сказали, когда Кришна приходит сюда, он принимает материальное тело. Они сказали это. Шанкар Ачария описал состояние единства просто как недифференцированное бытие духовной субстанции. Однако они исказили и они являются Майя-Ваде. Они исказили учение Шанкары. Так, что же? Шри Чайтани Махапрабу залил весь мир этой концепцией премы, поэтому каждый в этом мире сейчас может испытать ее сладостный вкус. Пасаньяси Такур был потрясен. Он сказал, о, учитель, я глубоко потрясен сознанием своей ничтожности доктрины Майя-Ваде. Я так жалею о тех годах, которые я потратил в этом пустом отречении. Я хочу немедленно оставить одежду Саньяси Майя-Ваде. Он был еще в этих одеждах Саньяси в своей предыдущей школе. И Баба Джа Махараш сказал, неважно, не думай о внешних одеждах, когда твоя душа очистится, ты осознаешь свое духовное предназначение и смена одежд произойдет легко и естественно. Там, где слишком много внимания уделяется внешнему виду, забывают о вечном предназначении души. Это очень важно. Порой акцент весь ставится на внешние ритуалы и забывают и забывают о внутренней сущности. Вы различного рода наймите к религиях. Постарайся всем сердцем следовать течение Шри Кришна Чайтания и всегда помня наставление Шри Чайтания Махапрабху, которое он дал Рабхунату Дасакасвами, не стремись к внешнему обезьяннему отречению. Желаю произвести впечатление на обычных людей без привязанности принимая любые объекты чувств и полностью очистить сердце от материальных желаний. То есть всё должно быть естественным. Не нужно отрекаться преждевременно, искусственно. Не нужно также слишком привязываться к объектам чувств. Не должно быть ни одного, ни другого. Не нужно перегибать палку ни в другую сторону. Поэтому не слишком сильное отречение, ни слишком большое потворствование объектам чувств не приведут нас к совершенству. Это будет помехой. В первом случае в другом. Оценив всю глубину наставлений Баближица, не сетоколь больше не стал заводить разговор о смене одежды. Эта тема была закрыта. Вот. Учитель я принял посвящение прибежища твоих лотос на стопке. Перед твой ученик. Теперь я готов безо всяких возражений следовать всем твоим наставлениям. я полностью принимаю Кришна према. Вот. В конце концов Баба Джи сказал Ома Хатма Великая Душа Религия может быть только одна. Нет религии две или три может быть только одна религия. Это нитья дхарма на самом деле подлинная религия Души. Итак дальше Баба Джи Махарача сказал о своем опыте общения с Анатаной Госвами великим последователем Шри Читани Махаправу. Он сказал некоторое время назад во Враджа и обратился с одним вопросом к Шри Санатане близкому спутнику Шри Читани. Я спросил означает ли слово Ишк в исламской религиозной традиции чистую духовную любовь. Санатана Госвами объяснил что изначально да но потом различные толкователи низвели это понятие лишь до материального аспекта любви и Хафиз и другие поэты в таких по-моему Лейла Меджинон и так далее давали только материальное толкование затем Бабаджи объяснил еще одно понятие рух рух это душа недавно мы были в Турции и мы говорили в этой схеме тоже для турок и мы говорили рух означает души они это понимают но Бабаджи рассказал что насколько он понял из слов Шри Санатана Госвами рух в исламской традиции обозначают лишь обусловленные души это не те души которые вечно освобожденные они говорят только об условленных душах еще еще раз Бабаджи подчеркивает здесь он говорит я не видел никогда такого полного описания нитья дхарма которое содержится в вайшнавадхарме никогда не видел такого полного описания према чистой любви которое содержится в писаниях вайшнавов поэтому в Шримад Бхагаватам в первой песне первой главе втором стихе говорится Дхарма Проджита Кайта Ватра Парама Нирма Царанам Сатам это писание Шримад Бхагаватам отвергает все виды ложной дхармы то есть ложной религии Дхарма Проджита Кайта Ватра Кайта ва Дхарма должна быть отвергнута Проджита должна быть отвергнута то есть любая дхарма любая религия которая говорит о чувственном наслаждении экономическом развитии поклонениям полубодам любым материальным качествам должно быть отвергнута потому Шримад Бхагаватам это высшее описание оно предназначено для всего человечества даже если человек примет ее хотя бы на пол процента результат будет хоть медленно но достигнут мало но чистосердечно тогда очень хорошо поэтому просим вас поспевайте хотя бы один круг на четках тогда процент будет идти и будет достигнут медленно но верно и так баба говорит я не видел что другая любая другая религия учила этому нет никакого сравнения вот улучши из брахманов ответил баба махараш теперь я отвечу на твой второй вопрос до сих пор отвечал только на первый помните какие два вопроса были парамананда какой был первый вопрос кто помнит если джива так мала насколько почему существо не может быть чистым и незапятнанным и второй вопрос был если джива проявляется в какой-то момент почему она может быть вечнее да теперь отвечу на твой вопрос второй вопрос вся наша речь основывается на материальном опыте поэтому когда по отношению к живым существам используется слово создание и формирование они несут в себе лишь материальное представление то есть душа не создается она просто проявляется в момент материального творения когда души огромным потоком вырываются из взгляда маха-вишно маха-вишно огромным потоком души вырываются из его глаз из его трансцендентного взгляда тогда мы проявляемся не создаемся проявляемся то есть душа всегда вечна и если она в выраженном состоянии это хорошо если она в невыраженном состоянии это тоже хорошо так или иначе она существует вечно время которое мы воспринимаем делится на прошлое и настоящее и будущее это материальное время связано с материальной энергией мая иллюзией в духовном мире существует лишь духовное время там нет ни прошлого ни будущего есть только вечное настоящее и будущего такие понятия как создание формирование угасания возникают под влиянием материального времени применимы лишь к обусловленным живым существам этого материального мира однако хотя джива бесконечно мала она является вечным духовным существом и естественное призначение тоже вечно ибо существовало до того как оно попало в материальный мир поскольку в духовном мире нет ни прошлого ни настоящего ни будущего все что происходит в духовном времени вечно пребывает в настоящем это принцип духовного мира все что происходит в духовном мире это вечное настоящее которое становится все глубже все насыщеннее все разнообразнее все потрясающее все более проникнуто расой это вечное трансцендентное существование я объяснил тебе все это только на словах но понять их истинный смысл ты можешь лишь в той мере в которой ты осознал чистое духовное бытие а как же нам подготовиться к тому чтобы воспринимать эти чистейшие слова следует совершать баджан воспевать святое имя на четках поэтому мы просим вас каждый день воспевать святое имя на четках хотя бы один круг так восприятие этой потрясающей книги будет гораздо проще вы увидите качественные быстрые изменения в своем сознании поэтому Бабаджи Махарадж в финале своего объяснения здесь сказал ты должен воспевать Кришна нам святое имя потому что Шрити Тани Махапрабху сказал из всех видов духовной практики самым лучшим является 9 а из 9 самым лучшим является воспевание святого имени всего 64 процесса Бхакти из них 9 Тани money such яким тел слушания килтам воспевания святым киртанам весну смародным памятанным арчанам поклонение бежества смародным по поклонению степам ба поклонение бежества арчанам вандадам, дасьям, вандадам — вознесение молитв, дасьям — служение на стране слуги, саккям — создание дружеских взаимоотношений, атма неведанам — вручение своей души. Из них три важнейших — шраванам, киртанам, смаранам — слушание, памятование, воспевание. Из них садва срештам, самый лучший — намасан киртан, воспевание святого имени. Харир нама, харир нама, харир нама и вакей вала, В этот век калий нет одного пути, нет одного пути, нет одного пути — повторено три раза, чем воспевание святого имени, воспевание святого имени, воспевание святого имени. Итак, Баба-джи Махараджи дал очень настоятельную рекомендацию Саня-си Тэкуру — воспевать святое имя. Поэтому Баба-джи Махараджи, простите, Саньяси Тагур начал воспевать святое имя очень глубоко, на чётках. В тот день в нём пробудился естественный вкус к Харинаме святого имени, который именуется Ручи, то есть чистый духовный вкус. Мы слышали, в прошлой главе Бабаджи уже получил своё трансцендентное служение. Саньяси получил своё трансцендентное служение. Он уже был назван Раманаманджари, служанкой Шримати Радыки. Но здесь он испытал Ручи, то есть вкус святого имени. То есть как бы побывав на вершине, он сейчас под руководством Бабаджи проходит через различные уровни Баджина. Сейчас он получил вкус. Хорошо, а сейчас посмотри, как выглядит вот этот вкус святого имени. Так, допустим, мы были в самом святом месте в Индии, да? Но на пути к Индии нам нужно побывать ещё где-то. Так вот где-то мы тоже можем побывать, да? Такой грубый пример. Упав в поклоне у лотосных стоп своего Гуру, Саньяси взмолился, «О Господин, о Друг Страждущих, прошу Тебя, одари своей милостью эту Баджевую Душу». Так заканчивается вторая глава Джайва Дхармы, которая называется «Нитья Дхарма живого существа, чистая и вечная». Шри Джайва Дхарма ки-джа, Шри Баба Джи Махараджа ки-джа, Шри Саньяси Тхакура ки-джа, Садчи Дананда Тхакур Бхактивина да ки-джа, Парамрады Тамагуру Падпад на ки-джа, Садчи Дананда Тхакур Бхактивина. Это не мы сказали, это Майя Ваде сказали. Ты думал, это ваишнаба говорит? Ты слушай внимательно, понимаешь? Внимательно с конспектом. Все преданные слушают, внимательно с конспектом должны. Да, все четко будет осваивать. Джайва Дхарма — непростая книга. Посмотрите, сколько сегодня народу пришло и сколько высидело. Сегодня первое такое, ну вчера было, сегодня второе занятие, которое уже... Тут нужно иметь духовную мощь, чтобы высидеть, понимаете? Накал большой. Поэтому мы просим, готовьтесь с утра, начинайте воспевать свое твое имя. Надя Прабул. Можно вас попросить повторять вопрос, потому что сзади не слышишь? Хорошо, хорошо, хорошо. И мой вопрос. Да-да, пожалуйста, те, кто задает вопрос, говорите громко, хорошо? Говорится, что наша Вселенная покрыта материальными элементами, один из которых — ложное эго. Да. То есть это энергия Кришны. Кришна. Все энергия Кришна, да. Но часто используются выражение «остав свое ложное эго». То есть другое значение, другое смысл. Да. Значит, наша Вселенная покрыта материальными элементами, каждый из которых в 10 раз толще предыдущего. Таким образом, ложное эго, которое самое тонкое, является самым толстым. И оно находится на внешней части оболочки Вселенной. Вот. Например, йоги, которые хотят проникнуть в Духовный мир, не могут пройти через эту оболочку. Не могут пройти. Потому что они думают, что я — это мои усилия. А бхакты, они вручают себе Кришне, поэтому они становятся трансцендентными. Кришна позволяет их из этого мира. Мы не спроста носим шики, мужчины. Шикатно. Это как бы антенна, которую Кришна вырывает из этого мира. Если мы соприкасаемся всегда с Чит-Васту, то есть Вастова-Васту, Кришной, тогда мы всегда в безопасности. Тогда наше ложное эго просто растворится. Как? Когда мы начнем воспевать даже тень святого имени, Нама-Абас, все виды кармы будут уничтожены. А если будет уничтожена карма, значит, естественным образом ложное эго тоже уйдет, которое нам сейчас столько хлопот представляет. Вот. То есть, как только мы отворачиваемся куда-то, мы начинаем думать на материальные темы, что естественно. Вот поэтому всегда говорится «Будь в саду-санге, в саду-санге, в саду-санге». Общение с вейшнавами, общение с преднами сделает наше эго истинным. Иначе мы будем покрыты вторым и третьим видами эго. Будь тонким и грубым, как мы это послушали свинь. Ари Кришна. Махини. Правильно ли я поняла? Чуть-чуть громче, пожалуйста. Шангар Ачаря, он вел понятие бракмана и вы сказали, что он скрыт и буддист. Это не мы сказали, это Ачаря и сказали. Это Ачаря сказали. В то же время он становил авторитет хитических писаний. Да. То есть, как это может быть? Вот такой он, Господь Шива. Он все может совместить. Господь Шива, он как бы не молоко, но йогурт. Но йогурт полностью состоит из молока. Вот такой он, Господь Шива. То есть, он может сделать невозможное. То есть, Поль Шива — это Кришна, который очень-очень милостив ко всем живым существам, у которых нет выхода другого. Поэтому, с одной стороны, он даёт им безличную философию Адвайта-Веданту, с другой стороны, готовит их к бхакти. В следующей главе мы услышим, что Бабаджа Махарач говорит, что Господь Шива в виде шанкары отстранил неквалифицированное джива от пути к Кришна-бхакти, иначе бы они стали его загрязнять. Но приходят материалисты и портят всю кашу. Поэтому, как сказать, на кухню должны допускаться адекватные повара. Понимаете? Чтобы каша была хорошая. Поэтому я ничего не имею в виду. Все повары у нас адекватные. Всё, ребята, это не про вас. Вот. То есть, имперсонализм был введён специально, чтобы отвлечь внимание демонов от пути бхакти. Потому что бхакти — все привлекающие. Если демоны займут свои места, то что? Получится к антирелигия, да? Мы уже видели крестоносцев и все прочее. Убийство массы людей ради Господа Бога, понимаете? Это полный абсурд. Просто почему целая нация должна приноситься в жертву как к какому-то Богу, понимаете? На самом деле, конечно, не Бог, а представление людей о Боге. Поэтому эти демоны должны быть заняты чем-то таким ведическим и в то же время, чтобы бхакти там не было какое-то время, пока они не очистятся через эти аскезы, а потом уже лучшие из них могут получить бхакти. Такой был замысел. Что кали-юга, понимаешь? Кали-юга — это означает, должна быть философия. У каждой юги своя философия. Юга — значит космическая эра. Сейчас кали-юга — это эпоха раздоров, лицемерия, вот разные классы, кастовые борьбы, и всё это. Люди думают об этом. Должна быть какая-то философия, чтобы отвлечь их от внешнего. О, на самом деле всё это внутри вас. Сидите, медитируйте. Я есть брахман. Хорошо, я есть брахман, ты тоже брахман. Поэтому что нам бороться за какие-то куски земли, если я брахман, это брахман. Поэтому они глубоко входят в это и забывают распряху. Также жертвоприношение коров ещё одно было. То есть брахманы к тому времени стали очень… А, это Господь Будда ещё убрал жертвоприношение коров. Тогда он просто отстранил ведическую дхарму. Но в Шанкаро вернул ведическую дхарму. И затем лучшие из них приняли учение Рамануджи, и матовый её, затем Шри Чайтанья. Шри Чайтанья творил чудеса. Он в Майаваде обращал вайшнавов, буддистов обращал вайшнавов, он просто делал невозможным. Невозможным надо делал. Сарвабама в Аттачаре, наш семинар в Раевке, позапрошлой зимой, он сделал из него вайшнавов, из закоренелого Майаваде. Ещё чей-то был вопрос? Индумаги. Скажите, пожалуйста, какая разница между понятием «неложное это» и чьей-то восприёмное существо? Чьей-то. Чьей-то — это самый тонкий материальный элемент. Чьей-то — это как память в компьютере, то, куда мы ходим, что мы видим. Это создаёт впечатление. Сперва соприкосновение с объектами чувств, потом с самскарой. То есть это те впечатления, которые воздействуют на «неложное» и укрепляют, если это материальная самскара. Поэтому черта обусловленной дживы — это загрязнённое сознание, с одной стороны, и ложное эго. Ложное эго — более общее понятие. Загрязнённое сознание — это как бы местное понятие. То есть его сознание загрязнён, поэтому у него ложное эго. Он набирает эти впечатления, поэтому эго становится более сильным. Понимаешь? То есть они сосуществуют. Я бы хотел попросить вас объяснить критерии и вообще в каких обстоятельствах можно раскрывать День Святого Инии. Значит, есть два вида Святого Инии. Один называется «шрадда» то есть имеется в виду два вида «намабаз». Два вида «намабаз», то есть Тени Святого Инии. А есть «шрадда намабаз», другое «ашрадда намабаз». «Шрадда» означает «с верой». «Ашрадда» означает «без веры», «без твердой веры». Без твердой веры люди воспевают четырьмя способами. «Санкеттям паригас хирма стобам хелланам эйвала байкунтху намаграханам ашишага ахарад виду». «Санкеттям» означает произнесенное, имя произнесенное, имея в виду что-то другое. Кришна свитц. Радика тревелся. Люди думают о сладостях, о путешествиях. Не Радика, не Кришна. Но, как классический пример Аджамила, у него был сын Нараян. Он сказал Нараян и перестал быть грешником и вознесся малеком. Второе, паригасия, означает «в шутку». Если мы шутим, дети шутят. Хари, хари, Кришна, Кришна. Всё это в Индии или ещё где-то. Тут тоже очень хорошо. Ашешага харам виду означает «все грехи». Ашеша значит «бесконечное количество грехов исчезает». Бесконечное количество грехов исчезает. Ашешага харам виду. Третий вид с тогом означает как музыкальное исполнение или театральное исполнение. Актёр играет Нараду Муни и говорит «Нарайен, Нарайен». У него по сценарию. Может, он член компартии Бенгалии, понимаете, атеист. Но, в общем, Нарайен, Нарайен, написано, поэтому исполняет. И такая шика у него торчит. В этом он Нарада, в котором говорит «Нарайен». Очень хорошо. Бой Джордж, бау дам, мистер, Харирама. Харе Кришна. Пожалуйста. Он Бой Джордж, он там, так сказать, другой ориентации товарища. Ну, так или иначе, Харе Кришна. Вот. Четвертое. Хелена означает пренебрежительную. Что мне твое Кришна? Окей. Тоже очень хорошо. Скажи Кришна хотя бы раз. Дедушка, скажи Кришна хотя бы раз. Сказал. Отцепись, ладно, Кришна. Хелена тоже хорошо. Не оскорбление, но пренебрежительное. Вот. Это избавляет от греховных реакций. А Шрадда Намабас, то есть имя, которое приснилось с глубокой верой, вот оно уже освобождает от кармы. Один Намабас сперва может быть Ха или один Кри. Может быть Намабас, остальное может быть аппарат, то есть оскорбление. Особая тема просто. Я вкратце написал. Есть два виды Штат и Ашна. Еще вопрос какой-нибудь Сережа. Эй, Игорь. Игорь. Абто Игорь. Игорь означает очень полный энтузиазм. Это Игорь и Инглиш. Это должен запомнить. Абто Игорь и Игорь. что если истинная природа душесвужения под полным берегом и были дживы материального мира в духовном мире? Нет, Дживы материального мира никогда не были в духовном мире. Это ложная философия, которая так или иначе появилась в наши дни и не знаю, откуда она взялась. Когда-то у Свами Прабхупада спрашивали, были ли мы когда-то с Кришной, он сказал, были. Но мы были с Кришной таким же образом, как ребенок был с отцом в момент зачатия. То есть душа нас смотрит сверху, как родители встречаются, начинает его душа видеть. Таким же образом, когда Господь видит, что нас очень-очень мощным потоком извлекало своего взгляда, мы были рядом с, где мы Паук, этому, Господи, указки нет, сегодня вот нам. Мы были рядом с Брахманом. Мы были рядом. Но мы не были вот там, в духовном мире. Кто такой Пара-Брахман, мы не знаем. Поэтому, чтобы вдохновить преданных молодых, понимаете, только-только отвыкли от запаха марихуаны и вкуса ЛСД, не знаю, у него вкус есть или нет, в общем. Он сказал это, понимаете, он сказал, что мы были с Кришной, что нам нужно вернуться, back to Godhead, нам нужно вернуться. Вот он сказал. На самом деле, никогда-то не были. Если мы были когда-то в духовном мире, Гурадев пишет в своих лекциях по Джайва-дарме, он говорит, какой смысл тогда сады но совершать, если опять потом пойдем, чтобы опять восстанавливаться. Они говорят, ну нет, Кришна говорит, что только те, кто, значит, уже пришли туда, уже никогда больше не падают. Неправильно, Кришна никогда не говорит об этом. Если бы мы когда-то были в духовном мире и играли с Кришной, то это перечеркивает минимум три стиха из Богородки, где Кришна говорит, тот, кто приходит ко мне никогда не возвращается в эту книжу. Зачем? Потому эта философия называется упс-философии. Чем-то не знаю. Потому что книга, которая Our Original Position сокращенно упс ее называют, наше изначальное положение. Там говорится о том, что мы когда-то как бы были в духовном мире, это абсурд. Потому что как, извините, до духовного мира может Майя добраться и Маха-Майя? Ну это абсурд, просто. Это какая-то Майя-Вада. Почему? Еще одна Майя-Вада. Почему? Потому что в Майя-Ваде говорят, что Джива это тоже Брахман, который покрыт Майей. Это один вид абсурда. Но как Майя, иллюзия материальная, верная служанка Господа, может покрыть Брахман? Ну не может. А духовный это мир, как она может покрыть Майя? Как живое существо начинает завидовать Кришне в духовном мире? Это абсурд, полный абсурд. Ересь. Ну как в духовном мире Майя туда может пробраться? Понимаешь? Если там Сад Чидананда, ну какая Майя может быть? Майя все здесь, Йога, Маха-Майя. Там только Йога-Майя. Как Маха-Майя в царство Йога-Майя пробраться может? Там даже демонов-то толком нет. Только есть представление, что они где-то есть, и Кришна их победил и так далее. Они только здесь вот. Как это хороший русский язык родятся, они там только там родятся. В духовном мире только Абхиман представление и так далее, и так далее. В духовном мире Кришна никогда не рождается тоже. Есть представление о том, что он маленький и так далее. Джан-Малила обрезания поповинга нету, и демонов тоже нету. Есть представление, как декорации какие-то. Ну, Кришна убил того, Кришна был. Ну, как такового этого нет. Другое все. Ну, слушай, какой Майор в духовном мире, да? Не может быть. Не может быть. Что еще вам сказать? О, преманандеи. Последний вопрос. Сегодня экстра. Да, наш господь Шива, исполнитель роли Господа Шивы и Господа Читания, знатный режиссер-постановщик Ати Супунари. Город Чита. Не задавай. Громко, никто не слышит. Я хотела спросить, Махараш, если у мусульман есть понятие Ишхак, прямо, вы узнаете, что они могли ее как-то достигнуть? Я думаю, что и суфи они знают больше, чем на эту тему, чем другие, потому что это мистическое мусульманство у них есть. Я не столь усведомлен, но я знаю, что вот их этот танец и так далее и все это исходит оттуда. Они ближе к этому, мне кажется. Это просто, мне кажется, от сведения специалистов это таки. Окей. Шри Джаяева Дарма, ки-джай, садчатананда, шилатах, гурбах, тиви, ноута, ки-джа, ки-джа, горприманадея, очень рады всех видеть. Приходите к нам еще девять раз. Горприманадея, до встречи завтра, на дежурдина. Сейчас арати, скажите страницы. вам clues всех видеться, ки-джа. И вот, кто-то, позднись кирпе или Вот, на длайн, вununь живом, сейчас... все, заходите.